Анна Уколова Анна Уколова – востребованная российская актриса, которая, несмотря на известность, не любит рассказывать о себе и старается оградить от посторонних глаз свою личную жизнь. Ей не нужна публичность, она считает себя простым человеком, который живёт в своей маленькой вселенной среди родных ей людей. Так что звёздная болезнь ей не присуща. О жизни и карьере 45-летней звезды сериалов и фильмов «Ивановы и Ивановы», «Левиафан» и «Домашний арест» мы решили вам рассказать. Будущая звезда кино родилась 15 февраля 1978 года в небольшом посёлке Сызранского района Самарской области. Когда Анне исполнилось 6 лет, отец ушёл от матери к другой женщине. Дети остались с мамой, но отец также принимал активное участие в их воспитании. Мама ни разу не сказала плохого про отца своих детей. Напротив, она всегда повторяла, что их папа самый лучший. Это помогло детям сохранить неплохие отношения с отцом. Однако мама так и не смогла построить заново свою личную жизнь, решив посвятить всю себя детям. Мама всегда была рядом с дочерью. Сначала она была няней в детсаду, который посещала Аня, затем пошла работать в школу, где она училась, а после в ДК, где девочка с юных лет участвовала в театре кукол. Окончив школу, Анна не понимала, какую ей выбрать профессию. Тогда она решила последовать совету брата – поступать на актёрский факультет. В тот год Институт культуры как раз объявил о наборе на пробный курс по актёрскому мастерству. Мест всего было 10, но у Анны получилось заполучить одну из них. Окончив первый курс, по настоянию преподавателя и студентка перебралась в столицу, где без проблем поступила в ГИТИС, которая окончила с красным дипломом. Однако первая её кинороль случилась лишь через год после выпуска. Зато в Московский Театр Луны выпускницу приняли в тот же миг. Со временем Анна начала выступать и на подмостках Центра драматургии и режиссуры. Сейчас актриса задействована в Театре нации и периодически сотрудничает с независимым театральным проектом под названием «Ателье». После утверждения актрисы на первую кинороль, довольная Анна поехала отмечать это событие с подругой в клуб, где и повстречала своего будущего супруга – бизнесмена Сергея Пугачёва, который младше её на три года. Причём Анна заметила его первая, поэтому решила подойти и познакомиться. «Мы зажигали, я была в настроении, и вот смотрю, какой-то парень. Я говорю, эй, парень, подойди, поднеси мне воды, будешь моим. Он принёс и как-то так технично остался у меня. С тех пор и живём вместе». Откровенничала Уколова. Анна и Сергей вскоре начали жить вместе, а спустя пять лет узаконили свои отношения. Всё это время актриса думала, хочет ли она прожить с этим человеком всю свою жизнь. Как только она осознала, что он и есть тот самый, пара отправилась в ЗАГС. «Каждый второй мужчина разводится. Каждый четвёртый мужчина разводится два раза. Это всё с тридцати до сорока лет. Значит, я стопроцентно выйду замуж». На торжестве присутствовали все родные и друзья пары. А в тот день Уколова поведала своему возлюбленному, что хочет провести с ним всю жизнь и встретить старость, сидя рядом на скамейке. Кстати, фамилию мужа Анна не взяла, не захотела быть ещё одной Пугачёвой. Вот уже более 15 лет супруги живут душа в душу. У актрисы очень хорошие заработки. Себе и семье она ни в чём не отказывает. У интересного режиссёра Уколова и бесплатно может сняться, за гонорары не бьётся. Муж и не знает, сколько она зарабатывает. У них совместный семейный бюджет. Но они не имеют привычки докладывать друг другу, кто сколько заработал и сколько потратил. Также она старается финансово помогать своим родным. Со слов артистки, у неё идеальный муж. Он прекрасно может сам приготовить поесть, прибраться в доме. Но самое важное для неё, что супруг принимает её такой, какая она есть. Хотя Кина-звезда в шутку добавляет, что и она не просто жена, а золото, почти не тратит на себя денег. К слову, Анна практически не носит драгоценностей. Так что супругу можно не тратиться на бриллианты и жемчуга. Ей хватит и тёплых, искренних, добрых слов. К тому же Анна отличная хозяйка. Дом у неё всегда убран и уютен. А ещё она очень вкусно готовит. Долгое время супруги откладывали рождение ребёнка. Они зарабатывали деньги и получали удовольствие от жизни вдвоём. А в 2011 году родился сын Макар, без которого они уже не представляют свою жизнь. Со слов актрисы, их сын довольно скромный мальчик. Он не любит быть на виду. Поэтому не ходит с мамой на различные мероприятия, так как журналисты сразу просят сфотографировать их вместе. Когда Анну спрашивают о её жизни в целом, она отвечает, что ей грех жаловаться. И в профессии она востребована, и дома всё хорошо. Сама актриса считает, что весь жизненный путь – непрерывная белая полоса. Однако были в жизни уколовой и чёрной полосы. В семью пришла беда. Сергей попал в автомобильную аварию и почти две недели находился в коме. Причём врачи предупредили Анну, что состояние его крайне тяжёлое. И, очнувшись, Сергей может потерять память и никого не узнавать. Но Анна верила в положительный исход. Она каждый вечер, несмотря на усталость после съёмок, репетиций и спектаклей, приходила к супругу, чтобы просто подержать мужа за руку и поговорить с ним. Всего за пару недель актриса похудела почти на десяток килограммов. Не опускать руки Анне помогал её старший брат. Благодаря его поддержке и подбадриванию, она верила, что всё обязательно будет хорошо, ведь их любовь создана самой судьбой. К огромной радости всё разрешилось благополучно. Анна выненчила супруга буквально как ребёнка, и ему постепенно удалось восстановиться и вернуться к прежней жизни. В недавнем прошлом в СМИ появились публикации о том, что Уколова устроила скандал в здании аэропорта, и её пришлось задержать и штрафовать. Газеты писали, что инцидент произошёл в аэропорту Шереметьево, что актриса была пьяна и вела себя неподобающим образом. Служащие подтвердили, что Анна цеплялась к другим пассажирам, поэтому её не пустили на борт самолёта. После того, как сотрудники аэропорта сообщили о своём решении актрисе, началась потасовка, и они были вынуждены вызвать полицию. Актриса подтвердила, что инцидент действительно имел место, но вызвавшие его обстоятельства были несколько иными, чем в рассказе сотрудников аэропорта. Актрису продержали в изоляторе три часа, затем выпустили, вручили квитанции на оплату штрафа в сумме 500 рублей и посадили на самолёт до Уфы. Впрочем, до недавнего времени это действительно были только слухи. До тех пор, пока Уколова не стала героиней очередной программы Бориса Корчевникова «Судьба человека». Все, кто видел эту передачу, отметили, что актриса вела себя весьма странно, плакала и смеялась, причём часто не в попад или на ровном месте. При этом она отчаянно жестикулировала, то и дело вскакивала с места, показывала ведущему кулак. Потом внезапно по-деревенски уселась перед Борисом на корточке, а в конце чуть ли не целоваться к нему полезло. Неудивительно, что большинство зрителей сделали вывод. Актриса во время эфира была пьяна. А уже на следующий день в соцсетях появились соответствующие комментарии. Одна из последних ролей Анны, особенно полюбившаяся зрителям, Лидия Иванова из комедийного сериала «Ивановы Ивановы». Интересно, что самую заметную деталь образа своей героини, кудрявую чёлку, актриса придумала сама. Вернее, не придумала, а перенесла из другого фильма. Помните, фильм «Одиноким предоставляется общежитие»? Там героиня Тамары Сёмина и носила запоминающуюся прическу. «Вот и мне захотелось такую же», – рассказывает Анна. И хотя в реальной жизни актриса не слишком похожа на свою героиню, кое-что общее у них есть. Анна, как и Лидия, выходила замуж всего один раз. Всерьёз и на всю жизнь.